Время от времени мне задают вопрос, не надоело ли мне делать обзоры оперативных совещаний правительства республики. С одной стороны, конечно, определенное однообразие в этом процессе есть, но если втянуться, то можно заметить, что происходят некоторые изменения. И учитывая, что Башкирия один из самых закрытых в плане прозрачности власти регионов в России, что подтверждают и рейтинги, и исследования, исходя из этого, вот эта оперативка, пожалуй, единственное окно в Белый дом, которое мы можем наблюдать онлайн и вживую. Потому, все-таки, пока считаю, что эти обзоры нужны и для понимания того, что происходит в правительстве, и для понимания того, что в нем меняется. В этот раз во вступительном слове к оперативному совещанию Хабиров высказал в очередной раз, уже в бесконечно который раз, высказал свою озабоченность возросшей смертностью на дорогах республики. Смертность эта возросла в январе-феврале уже 2020 года, и Хабиров напомнил Мухаммедьяному о личной ответственности за этот параметр работы правительства. Традиционно первым вопросом, естественно, был вопрос в оперативной обстановке в ЖКХ на дорогах и чрезвычайных ситуациях, и докладчики тоже были традиционными. Борис Владимирович Беляев первый отчитался о безупречности работы ЖКХ за истекшую неделю, сообщил о том, что до 20 февраля рекоператорам по обороту твердокоммунальных отходов предписано погасить возросшую накапливающуюся задолженность перед транспортными предприятиями, а собираемость платежей с населения довести до 90%. Честно признаться, подобные маниловские планы, конечно, уже даже перестали удивлять, потому что, условно говоря, то, что не было сделано в течение более чем года, Борис Владимирович собирается осуществить рывком, броском, я не знаю, еще чем-то в течение 10 дней. Не думаю, что получится достичь этих параметров, однако отчитаться все-таки, наверное, получится. Следующим содокладчиком по первому вопросу был Тимур Рафисович Махметьянов, который привычным образом сообщил статистику ситуации на дорогах. В основном, в принципе, говорит он об этом. Почему-то он сказал, что ему удалось стабилизировать смертность на дорогах. Конец цитаты. В общем, стабилизация смертности на дорогах – это, конечно, чудесный термин. И сообщил нам Махметьянов о том, что за истекшую неделю произошло 65 ДТП, 87 человек в них пострадало и один погиб, что на 23 пострадавших и на 15 по количеству ДТП меньше, чем в аналогичный период предыдущего года. Также Махметьянов сообщил, что за 41 день 2020 года в Башкирии погибло 43 человека, что на один меньше, чем в предыдущий период, аналогичный период 2018-2019 годов. Следующим за Махметьяновым выступал Гумиров Фарид Рифович. Сообщил нам, что в Республике 102 произошло именно 102 пожара. Такая вот симметрия снижения погибших на 22 человека к прошлому году. В общем, Фарид Рифович непрестанно радует ради Фаридовича тем, что у него снижаются вот эти вот кровавые параметры. Также Гумиров сообщил, что в Башкирии на данный момент не обнаружен коронавирус. Но о коронавирусе мы поговорим чуть позже. Комментируя первый вопрос оперативного совещания, Хабиров опять обратился к Махметьянову. Он сообщил ему, что Хабиров, он Хабиров, назначил Махметьянову вот эту психологическую, как он выразился, цифру, по смертности на дорогах, и цифра это 400 человек в год. Напомню, что в прошлом году, в 2019 году, количество погибших на дорогах составило 500 с лишним человек. То есть, Хабиров очень высокую планку задал Махметьянову, и он сказал, в частности, что если мы пойдем такими же темпами, то мы не получим эту цифру. Вот тут я позволю не согласиться с дорогим Радим Фаридовичем исключительно с точки зрения арифметики. Дело в том, что если каждый 41 день 2020 года будет погибать 43 человека, то всего погибнет 384. А 384 это меньше, чем 400. Ну да ладно. Тем более еще нужно учитывать тот фактор, что в теплые периоды года, летом, весной, осенью, аварийность на дорогах несколько снижается. Соответственно, как бы вот сейчас, пожалуй, что, наверное, самый критический период года в плане вот этой статистики. Но это не говорит о том, что Махметьянову нужно успокоиться на достигнутом, значит, и считать, что там 384 или там 399 погибших на дорогах – это исполнение того плана, который поставил Мухабиров. На самом деле в этой части чем меньше людей погибнет, тем лучше. Вторым вопросом оперативки был доклад Беляева Бориса Владимировича со следующим названием «О готовности муниципальных районов и городов Республики Башкортостан к реализации программы «Башкирские дворики». Название, конечно, совершенно неправильное. Я бы на месте Бориса Владимировича назвал этот доклад иначе, покороче и попонятнее. На что я буду жить в будущем году? В общем, доклад был о планах Бориса Владимировича реализовать и освоить 2 миллиарда рублей на тему ремонта дворов. Борис Владимирович нам сообщил, что вот эти 2 миллиарда, которые он планирует героически потратить, сформируются следующим образом. 1% Борису Владимировичу отдадут жители – это примерно 20 миллионов. 5% Борису Владимировичу пожертвуют муниципалитеты – это почти 100 миллионов. Ну и остаток 1 миллиард 869, точно, если быть, миллионов рублей. 94% от этих 2 миллиардов Борису Владимировичу жертвует бюджет Республики Башкортостан. Что же должен изобразить на эти деньги Борис Владимирович? Борис Владимирович изобразит нам 390 дворов, которые он обустроит. В среднем каждое обустройство двора обойдется в 5 миллионов 120 тысяч рублей. Что же подразумевает за собой вот это обустройство, которое собирается осуществить, совершить господин Беляев в 2020 году? Конкретно он установит 2300 малых архитектурных форм. Что бы это ни значило для Бориса Владимировича, но 2300 будет. Это на самом деле довольно-таки много, то есть это в среднем по 5 штук в каждом дворе. Что за архитектурные формы? Посмотрим. Но, внимание, это не скамейки, раньше даже скамейки называли архитектурными формами. Далее, 2000 светильников установит Борис Владимирович, 573 видеокамеры, 2600 скамеек, 2000 урн, 170 контейнерных площадок. Вот здесь маленькое отступление. У нас существует программа софинансирования и субсидирования обустройства контейнерных площадок для муниципалитетов. И еще Борис Владимирович в рамках вот этой программы по башкирским дворикам поставит 170 контейнеров. Что-то мне подсказывает, что это будет одна и та же контейнерная площадка, но просто оплаченная из двух источников. Сами понимаете, зачем. Но самая вишенка на торте в программе Бориса Владимировича – это 380 мест для сушки белья. В самом начале своего доклада Борис Владимирович сообщил ошарашенной публике, что с 1 июля оборудование игровых площадок в республике Башкортостан должно соответствовать критериям Евразийской экономической комиссии о безопасности детских игровых площадок. Представляете? Так вот, видимо, 380 мест для сушки белья – это и есть те самые эксклюзивные требования Евразийской комиссии. Иначе я объяснить не могу, потому что уже не припомню, где вообще в последнее время мы видели сушку белья на улице. Ну, у Бориса Владимировича другой взгляд, и, видимо, у Евразийской комиссии тоже. Ну, помимо всего перечисленного выше, еще Борис Владимирович собирается воздвигнуть практически 30 километров ограждений в рамках вот этой программы. По поводу урн, конечно, это все замечательно, но буквально вот в процессе анализа доклада Беляева мне попались замечательные фотографии Димы Колпакова из одного из уже оборудованных дворов в Норсе. Эти урны, которые треснули вдоль по всей высоте, это замечательные урны. Видимо, такие мы получим от Бориса Владимировича. Ну, в общем, вкратце, это то, что собирается сделать Борис Владимирович на 2 миллиарда рублей. Хотелось бы еще одну вещь совершить. Вот на будущий год, когда начнется вот это все, вот эти все 390 дворов, и они, наверное, закончатся почти все на будущий год, было бы забавно, чтобы зрители и жители этих домов вышли бы на улицу и посмотрели, видят они эти 5 миллионов у себя перед глазами, которые вот у них во дворе образовались или нет. Просто вот на таком буквально бытовом уровне. Что же изменится в этой программе «Башкирские дворики» относительно предыдущего года? Мы помним, что прошлый год у Бориса Владимировича не задался в этом смысле. Успешным его назвать нельзя. Он прощелкал все сроки пуска этой программы, там, с торгами проблемы, с качеством, там, совершенный хаос случился. Ну, то есть, деньги-то были освоены, безусловно, а вот задача была не выполнена. Но что же теперь будет на этот год? Насколько станет лучше? Борис Владимирович сообщил, что принципиальным изменением относительно прошлого года будет то, что муниципалитеты теперь не будут получать денег до тех пор, пока не будет произведена приемка этих дворов. С одной стороны, это, конечно, очень правильно, безусловно. Сначала сделай, потом получи деньги. Но надо понимать, что потенциала и финансовых возможностей муниципалитетов недостаточно, а в некоторых местах денег вообще просто нет. И, соответственно, не будут сделаны эти работы, на самом деле, даже если будут проторгованы торги и найдены подрядчики. Борис Владимирович, видимо, не отдает отчета себе в том, в каком бедственном положении находятся малые, средние и прочие предприятия в глубинке республики. Что ни о каких вот этих вот безавансовых работах речи не идет. И на самом деле контроль нужно было выстраивать на уровне фактического исполнения работ в процессе, а не потом. Еще одним кардинальным изменением в программе башкирских двориков будет то, что все объекты реконструкции в конечном итоге будут поступать на баланс муниципалитетов. Это очень важный момент. Борис Владимирович, не будучи человеком дальновидным и понимающим процессы глубоко, в прошлом году с удивлением обнаружил, что отремонтированные им дворы оказались ничьи. То есть они не находились ни на чьем балансе, ни имущество, ни объекты, ни прочее. То есть, ну, понятно, что звучит это смешно. В первую очередь смешно, потому что, ну, как он мог взяться за ремонт каких-то объектов, которые никому не принадлежат. С какой стати? То есть на каких основаниях? Это даже где-то граничит с каким-то финансовым нарушением. Но, тем не менее, в этом году Борис Владимирович попытается это недопущение, это упущение исправить. Хабиров выслушал доклад Беляева внимательно и оценил его крайне негативно. Судя по всему, доклад о том, как планирует обогащаться в текущем году Борис Беляев, категорически не устроил Хабирова, хотя бы потому, что он его охарактеризовал, цитирую, не очень удачным решением. Также Хабиров отметил, что, например, Болтачевскому, Бурзянскому районам выделили меньше двух миллионов в каждый район, ну, что, по сути, в два с половиной раза меньше, чем даже в среднем на один двор. И что можно на эти деньги сделать? Очень резонное замечание. То есть, если правительство и Беляев полагают, что нормально тратить на один двор пять миллионов, то действительно два – это мало. Далее Хабиров усомнился вообще в достоверности тех процессов, которые описывал Беляев, стал задавать вопросы в большей степени риторически и самому себе. Цитирую, «Мы встречи с жителями провели, будем считать, что это так». Конец цитаты. То есть, Хабиров категорически не доверяет каждому слову Беляева. Далее Хабиров начал допрашивать себя и Беляева одновременно. Цитирую, «Вы показывали мне фото, доказывали мне, а где можно посмотреть проекты?» Ну, Беляев там с места сообщил, что это можно сделать на сайтах муниципалитетов, и тут же запутался в том, что так как сметы еще не составлены, то о каких проектах конкретных можно вести речь? А если сметы составлены, то они не составлены, и, в общем, пока эту тему решили закрыть. В конечном итоге Хабиров распорядился контрольно-счетному управлению главы республики выехать на место, обследовать сайты, естественно, из своих кабинетов, и прийти к какому-то заключению о достоверности того, что Беляев в этот раз сообщил о своих планах освоения 2 миллиардов рублей. Третьим докладом на оперативном совещании был доклад Ленара Ивановой, вице-премьера правительства и министра труда, защиты семьи и чего-то там еще какого-то социального счастья. Судя по всему, Ленара Хакимовна была окролена успехом госпожи Бойцовой, которой удалось ловко и виртуозно заболтать и обмануть Хабирова в прошлый раз на одном из предыдущих совещаний. Я имею в виду отчет Бойцовой о том, как она освоила 1 миллиард и 214 миллионов рублей на непонятно какие процессы. Так вот, видимо, госпожа Иванова тоже решила отметиться и рассказала нам о ходе реализации в республике Башкортостан социальных контрактов. С первого раза, конечно, непонятно, что это такое, и Ленара Хакимовна во первых строках своего доклада рассказала нам, что адресная социальная поддержка направлена на преодоление социального иждивенчества населения. А социальный контракт – это соглашение между гражданином и социальной службой. В частности, в Башкирии – это казенное учреждение Центра поддержки населения. При условии исполнения гражданином неких условий адаптации. Ленара Хакимовна даже, как ей показалось, остроумно назвала этот процесс таким процессом, когда человеку не дают рыбу голодному, а дают ему удочку, чтобы он наловил себе рыбы. Ну, известная метафора. В частности, госпожа Иванова сообщила нам, что вся ее работа строится по трем направлениям. Адаптация бедняков к цивилизованной и богатой жизни. Введение личного подсобного хозяйства, на которое выделяется 50 тысяч рублей. Регистрация индивидуального предприятия и ведение деятельности, на что выделяется 100 тысяч рублей. И профессиональное обучение, переобучение, на что выделяется, внимание, 15 тысяч рублей. Грандиозная цифра. Наряду с этим, госпожа Иванова сообщила, что за отчетный период она истратила на все эти мероприятия 280 миллионов рублей. Сильно меньше, чем Бойцова, отмечаю про себя. Однако, в ближайшие три года, с учетом того, что ей ассигновали приличные средства из федерального бюджета, госпожа Иванова собирается истратить на те же нужды уже примерно ту же самую сумму, что и Бойцова, 1 миллиард и 100 с лишним миллионов рублей. Наряду со всем этим, отчитываясь о уже проделанной работе, Ленара Хакимовна отмечает, что, несмотря на некое разнообразие вариантов адаптации для бедняков за счет бюджета, бедняки выбирают на 98% однообразный путь введения подсобного личного хозяйства. Это то самое, на что выделяют 50 тысяч рублей. 6 570 семей выбрали этот вариант развития, получили 50 тысяч рублей и продолжили ввести личное подсобное хозяйство. Всего 151 человек зарегистрировал индивидуальное предприятие, стал индивидуальным предпринимателем. Это всего 2%. И на уровне погрешности всего 7 человек из почти 7 тысяч занялись переобразованием, переобучением, получением новых навыков. Всего социальных контрактов Ленара Хакимовна заключила 6 728. Честно говоря, простой арифметический подсчет и перемножение вот этих вот параметров на стоимость и на сумму этой помощи показывает, что на самом деле Ленара Хакимовна истратила не 280 миллионов, а 343. Ну да ладно, это как бы мелочи, да? Что происходит в итоге? О чем смогла отчитаться Ленара Хакимовна? Вот здесь наступает самый важный момент в ее докладе. В итоге Ленара Хакимовна констатировала, что доходы семей после вот этого осуществления социального контракта не достигли среднего прожиточного минимума и в абсолютном денежном выражении выросли на 3%. Теперь вот давайте посчитаем и подумаем. За всеми вот этими благостными историями стоит вот эта цифра. 3% роста денежного выражения и доходов и недостижения прожиточного минимума. Однако, можно ли считать это хотя бы результатом, хотя бы каким-то нейтральным результатом? На мой взгляд нельзя. И вот почему. Дело в том, что люди, попавшие в состояние нищеты и бедности, как правило, существуют, ну вот если можно назвать их жизнь вот этим существованием, существуют они на какие-то социальные выплаты. На те вот подачки, которые у нас называются социальными выплатами. То есть это какие-то пособия, это какая-то пенсия там своя или родителей. Это какие-то выплаты на детей и так далее, и так далее. Так вот, Ленара Хакимна утверждает, что доходы семей, которых она осчастливила этим социальным контрактом, выросли на 3% в год. Так у нас выплаты и всевозможные пособия растут более чем на 3% в год. Получается, что, по словам госпожи Ивановой, заключение социального контракта привело к ухудшению финансового положения этих семей. Кроме всего прочего, Ленара Хакимна считает главным результатом своей многомиллионной деятельности улучшение рациона питания людей. То есть, фактически, она говорит о том, что, истратив там 340 с лишним миллионов рублей, Ленара Хакимна каким-то образом улучшила рацион 6728 человек. В общем, конечно, прямо скажем, иллюстрации неубедительные. Совершенно неубедительные. Однако, уже в 2020 году Ленара Хакимна собирается потратить на те же самые цели еще 427 миллионов рублей. И напомню, что за ближайшие три года она потратит почти миллиард 200. Новостей, конечно, в этой истории довольно немного, потому что из нового, то, что она собирается делать на будущий год, она будет выплачивать прожиточный минимум каждый месяц тем, кто будет находиться в процессе поиска работы или переобучения. Ну, плюс останутся те же самые 100 тысяч тем, кто заведет ИП, и 50 тысяч тем, кто будет вести индивидуальное личное хозяйство. А также Ленара Хакимна заложила себе возможность проведения иных мероприятий. Вот что кроется за этими иными мероприятиями, куда еще уйдут деньги из этих вот огромных миллиарда с лишним, оказывается на любимое детище сенатора Российской Федерации от Республики Башкортостан, Лилия Салаватна Гумировой. Госпожа Гумирова все-таки вступила в коллаборацию с Ленарой Хакимовной, и в рамках программы «Моя семья» они будут пилить вот эти денежки, пытаясь вылечить от алкоголизма неблагополучных граждан. Своими задачами Ленара Хакимовна видит повышение реальных доходов граждан, что ей, собственно, не удалось сделать в предыдущий период, и как она это собирается сделать, непонятно. Снижение уровня бедности в два раза задача стоит перед Ленарой Хакимовной. Представляете, снизить уровень бедности в два раза. То есть, если бы это кому-нибудь когда-нибудь в мире удавалось в столь короткий период, год-два или три, тот человек давно бы уже стоял в виде ростовой, цельнозолотой статуи на огромном постаменте, и все бы знали его фамилию. Однако, я думаю, что фамилия Ивановой в этом контексте не войдет в историю мировой социальной науки. Также Ленар Хакимовна собирается повышить уровень социального обеспечения, предоставив 10 тысячам семей в республике Башкортостан адресную социальную помощь. Еще Ленар Хакимовна хочет, чтобы 50% получивших помощь по социальному контракту преодолели трудную жизненную ситуацию. Ну, очень абстрактная задача, да? То есть, как она будет определять степень преодоления, в общем, конечно, беда. И в конце своего доклада госпожа Иванова сообщила, что списки бедных у нее уже готовы. Интересно было бы заглянуть в эти списки, и насколько вообще корректно включать людей в подобные списки и сегрегировать их по подобному принципу. Хабиров выслушал Иванову, как и к Бойцовой, он отнесся очень снисходительно, очень мажорно. Сообщил, что истраченные за последнее время 280 миллионов – это очень мало, а вот миллиард с лишним – это в самый раз. Тут Хабиров, видимо, вот в какой-то момент, поняв все-таки то, что рассказала ему Иванова, то есть он было собирался ее начать хвалить, как вдруг, видимо, наступило это осознание. Он вдруг как-то поменял свою оценку этого доклада и тут же стал рассуждать. Он сказал совершенно правильные вещи, на мой взгляд, что структура распределения денег неправильная, что люди просто тупо покупают скотину на эти деньги, на эти 50 тысяч. То есть, условно, они покупают там корову и корм, выращивают корову и съедают ее. То есть это на самом деле не удочка, это рыба. Далее Хабиров зачем-то решил подключить к этой истории Бойцову, видимо, ну, смешать Ленару Хакимовну Иванову и Риму Юрьевну Бойцову, это, значит, просто сделать из миллиард двести два четыреста. Все равно пополам поделят. Но еще, правда, там есть рядом немножко Гумирова в доле. Ну, в общем, вот эти вот три девицы теперь будут добиваться того, чтобы количество ИПшников в этой социальной среде стало возрастать. В общем, Хабиров поручил подключиться, значит, к этому вопросу. Ну, в общем, Рима Юрьевна, конечно, подключится. Дело в том, что я только одно здравое рассуждение заметил в докладе Ивановой. Это рассуждение о том, что люди, вот эти социально неблагополучные, бедные люди, как правило, пьющие люди, которые не имеют в жизни никакого образования, инициативы, никаких интересов, они, естественно, по определению не могут быть предпринимателями. Это не те люди. И вытаскивать за уши и тащить их в эти предприниматели, это, ну, как минимум потерять деньги, а как максимум создать очередную трагедию. То есть, люди могут там удариться в какие-то финансовые операции, аферы, и дальше, в общем, может случиться еще более страшное. В общем, конечно, перспектива создания из самых нищих слоев процветающих бизнесменов, безусловно, утопична. Но, тем не менее, Хабиров заявил, что должно быть наоборот пропорции не 98% частных подсобных хозяйств, а 98% и пышников, и 2% скотоводов. Ну, в общем, на этом решили тему социальной защиты адресной и социальных контрактов закончить. Как уже и повелось, четвертый доклад на оперативном совещании стал центральным и главным. Этот доклад делал полковник полиции, заместитель начальника полиции обеспечения общественной безопасности по МВД ВРБ Сайфулина Артур Фаритович. И заглавлен этот доклад был об актуальных аспектах взаимодействия полиции и органов исполнительного и местной власти в Республике Башкортостан. Артур Фаритович взял бы Каза Рога сразу и живописал бедственное положение полиции в Республике Башкортостан. Он сообщил нам, что в 2019 году более чем в два раза был снижен объем финансирования правоохранительных программ муниципальных. Речь идет о тех деньгах, которые тратят муниципалитеты и районные города Республики Башкортостан на мероприятия, которые призваны способствовать снижению криминогенных обстановок. В частности, например, он сообщил, что на освещение муниципалитета всего по Башкирии потратили всего 6,2 миллиона рублей, что никак не сочетается с теми замечательными отчетами о тысячах и десятках тысяч лампочек, установленных в Башкирии. Также он сообщил, что на предупреждение, например, беспризорности было потрачено всего 14 миллионов рублей, тогда как в предыдущий период это было 30 миллионов рублей. Артур Фаритович сообщил о вопиющих случаях безхозяйственности. Например, в Белорецке местная администрация не смогла установить 8 камер видеонаблюдения, при том, что камеры уже были в наличии, куплены, они их тупо не смогли установить, и пришлось их устанавливать в городе Стелетамаки. Неукомплектованность личного состава МВД выросла за истекший год с 6% до 10%. Это очень много. То есть 10% дефицит личного состава. И причиной этой неудокомплектованности, особенно патрульно-постовой службы, Артур Фаритович полагает низкую обеспеченность жильем в городах Республики Башкортостан. 70% патрульных полицейских в Республике и вот в Уфе, например, это люди, приехавшие из районов. То есть горожане не хотят идти работать патрульными постовыми и набирают из приезжих, из деревень, из малых городов, из районов. И 40% из тех, кто приехал в Уфу трудиться постовыми полицейскими, не имеют никакого жилья, вынуждены где-то ютиться у родственников, либо снимать квартиры, а это дорого. Продолжая описывать ужасное состояние инфраструктуры МВД, Артур Фаритович сообщил, что не хватает постов полиции. Помещения, в которых располагаются посты полиции, обустроенные и построенные, вот эти вот отдельно стоящие будки и всякие павильончики, они построены в 90-х годах. Они все ржавые и грязные. Иллюстрировал Артур Фаритович свой доклад ужасными фоточками вот этих вот постов полиции, расположенных в Энорсе, в Шакше и там во многих других районах. В кавалерии, в полицейской кавалерии, очень старые лошади, он перечислил возраст этих лошадей, их действительно уже пора списывать на пенсию. 70% помещений участковых полицейских требуют ремонта, а 5% из этих помещений вообще непригодны для работы. Он показал фотографии помещений в районах, где там нет полов, стен, где нет окон, где нет отопления. То есть ужас, конечно, как будто немцы только что отступали и бросили это все. Еще дополнительно МВД требуется 30 новых помещений для размещения своих сотрудников. И абсолютно отсутствует в республике система стимулирования добровольных дружин, которые патрулируют в ночное и дневное время и проводят профилактику правонарушений. Также Артур Фаритович сообщил, что несмотря на неустанную борьбу с самогоноварением, нелегальной торговлей алкоголем, в республике за год истекший год погибло от отравления алкоголем 200 человек и от переохлаждения, то есть на улицах замерзло, внимание, 400 человек за год. То есть это, конечно, ужасные цифры. Не оставил своим вниманием Артур Фаритович деятельность МВД в части безопасности дорожного движения, что действительно актуально для Башкирии, о чем постоянно говорит Хабиров. Артур Фаритович сообщил совершенно грандиозную, чудовищную цифру и статистику. Он сказал, что каждое третье дорожно-транспортное происшествие в республике происходит по вине ненадлежащего состояния дорожного покрытия и дорог. То есть это вот конкретно к Мухамметьянову. То есть 30% ДТП происходит, потому что дороги у нас разбиты. 2000 раненых, 162 погибших по вине ненадлежащего состояния дорог. 60% ДТП, по заявлению Сайфулина, происходит в местах, где отсутствует дорожная разметка. Надо отметить, что исходя из статистики МВД, которые не соответствуют статистике Мухамметьянова, в 2019 году, например, в отношении 2018 года, всего на 1,5% снизилось количество ДТП, и всего на 1% снизилось количество раненых. Как уж там подшаманило количество погибших, нам неизвестно, но общая статистика аварийности на дорогах 2018-2019 годов, в принципе, почти не отличаются. Завершая свой разгромный доклад, полковник Сайфулин сравнил Башкирию с Татарстаном и сообщил, что в период 2015-2020 годов, за 5 лет, например, Татарстан тратит на правоохранительные программы в муниципалитетах 16 миллиардов рублей, а Башкирия, внимание, 308 миллионов. То есть это даже близко несравнимые цифры. Ну и завершил свой доклад полковник Сайфулин уж совсем угрожающе. Он напомнил, что летом в Башкирии пройдет фолкариада 2020, и он очень озабочен уровнем обеспечения правопорядка на этом грандиозном международном мероприятии. Комментируя разгромный доклад полковника Сайфулина, Хабиров усомнился в заявленной МВД статистике финансовых вложений двух соседних республик. То есть Хабиров конкретно усомнился в правдивости слов Артура Фаридовича. Также Хабиров сказал, что уровень взаимодействия властей и МВД требует улучшения, но ничего трагичного он в этом всем не видит. Но решение этих проблем потребует времени. С места же Хабиров поручил переоснастить полицейскую кавалерию новыми лошадьми. Как он сказал, начнем с самого незначительного. Также он поручил главам муниципалитетов провести совещание с МВД и вступить в более тесный контакт с местными руководителями территориальных отделений полиции. И начинать подыскивать возможные варианты решения вопросов с помещениями, с ремонтами и так далее. Хабиров привел в пример ИНОРС, как пример успешного взаимодействия властей и полиции. Он сообщил, опять напомнил нам о том, что в ИНОРСе выделили два автомобиля, подарили, как он сказал полиции, сделали освещение, настроили видеонаблюдение, поставили камеры, фонари и прочее, и преступность снизилась на 40%. Справедливости ради надо отметить, что видеонаблюдение в ИНОРСе так и не смонтировано, а только спроектировано. На самом деле тут либо Хабиров кривит душой, либо его до конца не информировали. Пока камеры еще нет, и они не работают. Ну и официальная статистика преступности по ИНОРСу, конечно, не показывает 40% падения. Там есть действительно некоторые снижения преступности, но мы знаем, каким образом наша статистика умеет в нужный момент подстраиваться под политические заявления своего руководства. Пятым завершающим вопросом оперативного совещания был вопрос, который в иных обстоятельствах не был бы столь интересен ни зрителям, ни самому правительству, но, учитывая международные события, он, безусловно, актуален. И вопрос этот об эпидемиологической ситуации в Республике Башкортостан и мерах по недопущению ввоза коронавируса на территорию республики. Доклад делал Жеребцов Александр Сергеевич, заместитель руководителя управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ. Господин Жеребцов сообщил нам об общей обстановке эпидемиологической ситуации в Республике Башкортостан. Он сообщил, что в 2019 году 559 тысяч человек перенесли инфекционные заболевания, и этот уровень снизился на 2,5% относительно прошлого года. Отмечу от себя, что инфекционными заболеваниями так или иначе переболел каждый восьмой житель Республики Башкортостан в 2019 году. 93% этих заболеваний это были ОРВИ и грипп. Причем 70% из заболевших это были дети. Вдвое увеличилась заболеваемость коклюшем в Республике Башкортостан. Это, пожалуй, единственный тревожный момент, который отметил господин Жеребцов, потому что все остальное было достаточно мажорно и благополучно. В частности, Александр Сергеевич отметил, что в прошедшем году в Республике не зафиксировано ни одного заболевания полиамилитом. Но это действительно грандиозное достижение, грандиозный показатель, потому что это грозная болезнь, это тяжелая болезнь. Если она уже на протяжении нескольких лет полностью исключена в Республике, это говорит об определенных, конечно, успехах. Далее господин Жеребцов сообщил нам, что он констатирует пандемию гриппа и ОРВИ в Республике в январе-феврале. Он сообщил, что 27 600 заболевших уже на данный момент. За прошедшую неделю на 31% возрос уровень заболеваемости. В Уфе эпидемический порог превышен на 19%, и 640 человек госпитализированы в Уфе по ОРВИ и гриппу. Также он сообщил, что в Уфе и в Нефтекамске введен карантин на 7 дней в школьных и дошкольных учреждениях. И в основном люди болеют гриппом типа Б, но есть единичные заболевания и гриппом группы А. Далее господин Жеребцов перешел к описанию ситуации в Китайской Народной Республике. Он сообщил, что на 9 февраля зафиксировано 37 850 заболеваний коронавирусом. 812 человек уже умерло от этой болезни и летальность составляет 2%. 649 человек полностью выздоровели от этой болезни. Это радует, это говорит о том, что вирус этот не абсолютно смертелен. Также господин Жеребцов сообщил, что всего в России зафиксировано 2 случая заболевания коронавирусом. В обоих случаях это граждане КНР, которые были выявлены и госпитализированы. Описывая те меры, которые предпринимаются в Республике Башкортостан, господин Жеребцов уверенно сообщил о том, что в Башкирии сформирован штаб по антиэпидемиологическим мероприятиям. Создан обсерватор, так называемый, то есть это что-то вроде карантина, для наблюдения за прибывшими из КНР. И всем прибывающим авиарейсами из КНР, а это 716 пассажиров за последнее время, измеряют температуру по прилету в Республику. Ну, в общем, достаточно убедительно и очень умиротворяюще прозвучал доклад господина Жеребцова, если бы не одно «но». Это непонятно, как относиться к той ситуации, к той истории, которая произошла буквально на днях в Республике. Я говорю о случае, описанном в эфире «Эхо Москвы», когда рассказали нам о том, что житель Башкирии, прибывший из Пекина, судя по всему, через Москву, прибыв в Уфу, добровольно захотел обследоваться на наличие и отсутствие у него этого коронавируса. Человек был обеспокоен своей перспективой и перспективой заражения своих родных. Он обратился в инфекционную больницу в Уфе и его просто туда не пустили. То есть, его просто не пустили в больницу и не обследовали. Чем эта история закончилась, я до конца не знаю. Как его здоровье сейчас я тоже не знаю, надеюсь, что все в порядке. И рассчитываю, что все в порядке у его родных. То есть, вот на эту историю, наверное, стоило бы обратить внимание и нашим вот этим всем службам, и Минздраву, который отчитывается. Параллельно с господином Жеребцовым о том, что все меры предприняты и все в порядке. В общем, если бы не вот эта вот ложка дегтя в бочке меда, то выглядело бы все у нас очень мажорно. Выслушав доклад господина Жеребцова, Хабиров подытожил так, что действительно нужно минимизировать какие-то массовые мероприятия и скопления граждан, дабы исключить возрастание заражения, в том числе и гриппом, и РВИ, и потенциально этим коронавирусом. Как сказал Хабиров, нам не стоит и не время петь и плясать всем вместе. Так он, значит, наметил это. Но наряду с этим Хабиров сказал, что 23 февраля все мероприятия состоятся. И более того, завершая вообще оперативку, сообщил нам Хабиров о том, что одним из важных элементов празднования 9 мая является почему-то 23 февраля. Ну, видимо, 9 мая – это уже навязчивая идея вообще власти в России, и, соответственно, не говорить об этом мы не можем. В завершение оперативного совещания голос подал Андрей Геннадьевич Назаров, который зримо, но безмолвно присутствовал всю оперативку в кадре. Он сообщил, что продолжается ввод в эксплуатацию объектов, построенных в рамках НАСПроектов, что в ближайшую среду будет открыт детский сад в Зубово, а в последующую среду будет открыт детский сад в Деме-6. Отдельно Назаров остановился на обстоятельствах открытия, вот этого горе-открытия бассейна в Инорсе. Не сказав, что речь идет об этом, Назаров сказал, чтобы не получилось с этими детскими садами, так что открыли и сразу по техническим причинам закрыли. Конец цитаты. Ну, очевидно, что это едкое замечание было адресовано министру спорта Хабибову, который на прошедшей неделе поспешил открыть бассейн в Инорсе, открыл его только для себя, поплавал в воде, воду спустили, бассейн закрыли. Кстати говоря, после нашей информации об этом несчастном бассейне, пошли рассуждения о том, что даже сам факт наполнения целого бассейна водой, ее прогревание, дезинфекция, это действительно недешевое удовольствие, и, в общем-то, Хабибов нанес конкретно ощутимый ущерб бюджету вот этим своим показным открытием, фейковым открытием бассейна в Инорсе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова